Двум нападениям за сутки подверглись на Северном Кавказе активисты Комитета по предотвращению пыток. В среду вечером на границе Ингушетии и Чечни группа неизвестных, передвигавшихся на трех автомобилях, напала на группу журналистов и правозащитников из сводной мобильной группы Комитета. Автомобиль правозащитников был разбит и подожжен, находившиеся в нем 8 человек избиты. Четверо были доставлены в Сунжинскую районную больницу, среди них два иностранных корреспондента гражданей Швеции и Норвегии. В ночь на четверг вооруженные люди в масках напали на штаб-квартиру сводной мобильной группы Комитета в городе Корабулак в Ингушетии. Они проникли в офис через окно и пытались выломать дверь изнутри, что зафиксировали камеры видеонаблюдения, которые затем были выведены из строя. По факту нападения на автомобиль правозащитников, следственной частью МВД по Ингушетии возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное уничтожение или повреждение имущества и хулиганства». Совет по правам человека при президенте России обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет с требованием взять расследование под контроль. Грозненский офис Комитета по предотвращению пыток также неоднократно подвергался нападениям, как в июне прошлого года.